Доброе утро! Это утреннее шоу «Запускай» на Sky Radio. Сегодня в гости к нам пришел Дмитрий Росс. Он является бренд-шефом таймского ресторана «Фарм» и некоторых других, а также и победителем отборочного тура в Эстонии конкурса «Бакюс Дю Ор». Доброе утро! Вот хочется спросить, во-первых, для начала расставить, что называется, точки, чтобы было понятно, чем бренд-шеф отличается от шеф-повара. Бренд-шеф – это как тренер-игрок, человек, у которого может быть несколько ресторанов, и он является главной определяющей творческой силой в каждом ресторане. То есть тот человек, который придумывает то, что люди будут есть. Я правильно понимаю? Совершенно верно. А шеф – это уже человек, который исполняет волю бренд-шефа, да? Ну и свою, как бы, тоже свои идеи вносит, и бренд-шеф как бы вместе с ним уже оценивает это блюдо. А легко ли шеф-повару Дмитрию Россу предложить свои идеи, чтобы он воплотил это? Довольно-таки легко, на самом деле. Вы сговорчивый человек? Да, конечно. А если вот театр начинается с вешалки, а с чего начинается ресторан? Ресторан начинается с хорошего повара. Ну, повар уже клиент не видит, который приходит. С хорошей еды. Еда главная. Обслуживание, да, естественно, да, все в совокупности, интерьер, но... Я думала, что Дмитрий скажет, с парковки ресторан начинается. Парковка тоже немаловажна, но, в принципе, это можно как бы на дальний план убрать. Главное – еда. Если, да, есть за что идти, то можно. Знаете, иногда вот у меня был такой случай, когда я пришел в один ресторан, так получилось, мимо проезжал. Он все время входит в последние годы в топ лучших ресторанов, там что-то не возглавляет. На Тартовском шоссе километров сто, наверное, нужно проехать в том направлении. И у них что-то на кухне сгорело. Я вот открываю дверь, классное вот место вокруг себя, открываешь, мама дорогая, вот сидит полный ресторан людей, все сидят, что-то едят, а ты, понимаешь, уже не хочется. Вроде техническая ошибка, наверное, никто не виноват, по большому счету, а вот, что называется, впечатление уже испорчено вот в такой ситуации. Такая ситуация бывает. Ну, что тогда делать? Да что делать? Быстренько проведать. Окна открывать надо, что еще делать? Вентиляция, на это есть хорошая вентиляция. А эстонская кухня, она такая специфическая, но у нас, мы знаем, что очень в фаворе местные продукты, овощи, сейчас репа, да, и там прочие. Скоро начнется Рождество уже, тема брусники, жарково свино. Вот что самое вкусное сейчас в меню у вас? Сейчас стараемся использовать, ну, как и все рестораны, как и вся Эстония, и все шефы, которые работают, использовать местные продукты. Иногда это очень хороший качественный продукт, иногда это, ну, не очень. Ну, и оттуда идет выбор. И, естественно, когда мы сейчас работаем только с качественными продуктами, все сезонно, и все. Ну, вот на Хиеве, по-моему, или где-то есть ресторан, где там поворачиватели не в лес выходят, выбирают, что они сегодня будут готовить. Это Александр, да. Да, 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 они вот опять возглавили карман. На Муху, да, 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 ну, я помню, что на островах где-то. Это уже удивительно, да, на острове, куда надо добираться специально, открыли ресторан, куда реально люди ездят. Это же Мишленовская, в общем-то, тема уже пошла. В принципе, да. А почему еще до сих пор вот никак они сюда прийти не могут? Ну, это загадка. Ну, как бы раньше я говорила, что бывшая страна Эстония как бы не имеет права, но сейчас я не знаю, как все разрешится. Это, я думаю, ну, сейчас есть как WhiteGid такая вещь, и я думаю, все равно Мишлен как-то зайдет к нам по-любому. Лена, летучая ведущая программы «Ревизора» говорила, по-моему, она, по-моему, сказала, почему у вас нету Мишленовского ресторана, я не помню. Да, да, да. Да, что-то она сказала, а у вас нет Мишленовского ресторана, она спросила. У нас пока нет. У нас есть уровень Мишленовский. Но нету, собственно, всяких. Да, уровень, действительно, в остальное как бы достойно. А есть, ну, можете назвать рестораны, которые достойны уровня Мишлена? Сейчас он назовет как минимум четыре ресторана. Ну, можно, ну, свой понятно, конечно. Свои. Да, 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 да. Не считая своих, как бы, да? Положай руку на сердце. Положай руку на сердце. Вот я ходил недавно в Тульяк, мне очень понравилось. Как бы... А что понравилось, что вот дает ему звезду Мишлена? От вас. Если могло бы дать. Обслуживание, еда. Сигур вообще как бы молодец. Шеф-повар, да? Да. Да вы там вообще все молодцы, что там. А меню простое у них совсем, да? И выбор небольшой, в принципе. Меню простое, выбор небольшой. Очень оригинальное оформление. Вот не секрет, что наши повара, эстон-земельские, уже уезжают куда-нибудь за границу. В России тоже вот некоторые хорошо устраиваются, устроились уже даже. И вы по-прежнему здесь. Почему? Родина. Просто не хочется. Родина. Тот самый патриотический момент, да? Да, патриотический момент, конечно. Ну, тут вот Бакюз приходится. Ну, вот, кстати, о Бакюзе, да. Как сложно было победить в этом сезоне соревнования. Полная концентрация на себе, сложности, как бы, она всегда есть, сложность. Но это уж как сам. Но главное, что было в вашей победе? Какие составляющие? Вы поборолись со своими нервами, у вас была оригинальная идея? Нервов не было, у меня была оригинальная идея. Мне ее надо было выполнить на все сто, как я и задумал. Ну, а насколько вот вы же не только сами готовите, еще помощники ваши на кухне тоже присутствуют. От них тоже много зависит. Да, обязательно у меня есть помощник и тренер. Дим, скажите, а вы кричите на подчиненных? Ну, всякое бывает. Вообще, как бы, стараюсь, нет? Если что, он даже на тренера может покричать. Вы бы видели это лицо, да? А вы вообще вспыльчивый человек? Вообще, какой? Я, да, я вспыльчивый, но быстро меня отпускает. Вы знаете, вот существует конкурс «Адская кухня», «Мастер-шеф», да? Телевизионный проект. Да, телевизионный проект, где победителями, в принципе, становятся люди спокойные всегда. Вот, может быть, человек готовит хорошо, но если у него с нервами не в порядке, он вообще там за программой кричит, я сделал вывод, что всегда там только спокойные люди. Вот на кухне, получается, нельзя кричать, мясо будет не слушаться. Тесто будет падать, да? Тесто не подойдет, да. Не совсем так, все подойдет, все будет в порядке. Главное, все, что у тебя здесь. То есть можно, да, там? Ну, можно. Покричать. Осторожно. Осторожно, да. А вы разговариваете с продуктами? Бывает. Ну, например. Что ж ты, гад, не поджарился? Что ж ты, рыба-то такая скользкая? Вчера как раз осетрино занимался, что на бакете будет, как тренировка. Вот я с ней там поболтал чуть-чуть. А вот скажите про блюда, которые вы готовили на отборочном туре. Что вы готовили? В этот раз было у нас судак, судак и перепелка. Из судака 14 порций надо было приготовить, и из перепелки. А за одной перепелки 14 порций? Не, ну, было, естественно, 16 перепелок. Она просто была запечена? Что за блюдо? Нет, это был балантин, но это трудная история, такая длинная. А, то есть все сложно. 180 процессов, понимаешь, что до полтора часа все расскажешь. Домашняя котлета, да. А ваш любимый десерт? Ой, их много. А сладкое вы любите вообще? Люблю. А гамбургеры? Ну, вообще, это было больше такое ягодное, свеженькое, чтобы она не очень сладкое было. Кисленькое. Кисленькое, да. С брусничкой? Можно и с брусничкой, да. И вот потекла. Сейчас уже очень многие рестораны, кстати, вот гамбургеры предлагают в меню. Вы предлагаете? А мы в Рукиси в кафе будем делать, да. У нас будет бургер с этим зайчиком, с кроликом. Кроличьим мясом. Гургер с кроликом, да. А и в Корцаре у нас бургер есть с тигровой креветкой. Вообще замечательный бургер. С манго, чили, соусом. Вот это надо прийти попробовать. Да, черный бургер. Как придумывается блюдо с точки зрения вкуса? Вы же, наверное, сначала рисуете себе что-то в голове, вот как вот здесь какие-то продукты и смешаете их вместе. Вы сразу представляете, каким это должно быть на вкус? Да. Вот при сочетании вот этого всего. То есть, если вам, например, завязать глаза и дать, вы знаете, как опять-таки на этих телешоу часто дают попробовать продукты, вы вот с легкостью все бы определили или как? Я надеюсь. Я надеюсь, что это прошло бы с легкостью, но в этом есть как бы свои минусы. Говорят, что еда меняет очень сильно вкус, когда ты не видишь вообще, что это такое. Да, это, наверное, здесь. Да, 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 все в голове, конечно, конечно, все в голове. Кажется, что ты ничего не видишь, но ты на самом деле все понимаешь. Иногда было такое чувство, что я по запаху, наверное, все могу отличить, да. Такое представление было. Но вы как дирижер, который каждую ноту слышит, каждый инструмент знает, как он должен играть. Я имею в виду сейчас продукты, специи. Да. А вот хозяйкам, которые нас сейчас слушают. Маленький рецепт, да? Да, хотелось бы, может быть, что-то услышать, потому что, ну, курицу запекать, ну, это все делают. Да, свинину мы уже тушили сколько раз. А вот кого идет? Обезьян. Холодные обезьяне мозги, я так понимаю. Обезьян. Да, только ловки надо прям вести для этого. Ну, утку на Новый год делал, это был кошмар, была катастрофа, потому что она у меня просто высохла, остались одни кости и кожа, и жир. Как в кино, да-да-да. Я сейчас пакеты продаю, все эти удобно. Я зареклась готовить утку на Новый год. Утку надо готовить на 120 градусов. А сколько по времени? Ну, большая утка. Часов 8. Четыре часа. То есть берешь полиэтиленовый пакет, запомните, хозяйки, запомните. Апельсин хорошо к утке подходит, пряности корицы хорошо подходят. То есть утку туда можно? Можно портвейна туда поставить. Утку в этот пакет засовываем? Правильно. Наливаем по бутылке портвейна. Дольки апельсина? Да, морковка. Морковка, корица. Лучок. Лучок. И соль, перец. Соль, перец. Четыре часа. Четыре часа, но надо смотреть, конечно. Но четыре часа, я думаю, будет достаточно на 120. И сразу включить 120. Минут. Не разогревать больше. Сразу поставить 120. На 120. Прекрасно. Отличный рецепт. Запомните. Можно утку. Обезьяну нельзя. Утку приготовьте. Дмитрий Рос сегодня был в утреннем шоу запускать. Как желает удачи поварам. Ну, охотник там ни пуха, ни пера. А у поваров есть какой-нибудь такой? Острый нож. Ну, что он? Острый нож. Да нет. Не соль, не перца. Да. Да, не соль, не перца. Не соль, не перца. На предстоящем вот этом самом соревновании на Бакюзе. Я думаю, что все ваши тренировки были не зря. В очередной раз подтвердите собственную крутизну. Да. Уважаемый брендшер. Надо будет постараться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова